В один из летних выходных дней территория городского сада превратилась в оживлённую площадку. И это неудивительно. Теперь здесь есть практически все необходимые условия для проведения масштабных мероприятий. В подтверждении вышесказанному первый фестиваль истории и культуры Улмус, организаторы праздника отмечают, идея проведения феста пришла ещё несколько лет назад. Однако только в нынешнем решили воплотить задуманное. Головная задача – это две. По-перше, снова-таки, расповести про историю города, который от Фонд развития Брестской крепости организовывает эту локацию. И другая задача – это показать сучасную культуру нашу, что мы имеем меньше бог, что молодцы, она развивается, творче, и что есть разные пластины нашей культуры, которые так само важно показать людям. Игры для детей и мастер-классы по фотографированию, беседы с брестскими краеведами, исторические квесты, спектакли и выступления музыкантов – и это ещё не весь список интересных локаций, которые включал в себя масштабный фестиваль. У всех, кто хотел провести время с пользой, глаза разбегались. Не могли горожане пройти мимо мобильного приложения об утраченных архитектурных достопримечательностях. Мы презентуем наш проект по виртуальной реконструкции помнек архитектуры, старого Берестя, яких, на жаль, не могшима зараз побачить в реальной, ну, скажем, в реальной, в реале, але мы можем бачить их виртуальные модели в формате дополненной решеисности. И я сподеюсь, что это будет первый крок до одновлений, хотя бы некоторых из тех объектов, которые Берестя, на жаль, стратила со своих былых часов. Люди пришли на фестиваль с добрым настроем, с великим интересом. До проекта, до объектов, до нас, вельми приемно тут сегодня працовать. Обновлённый и получивший в буквальном смысле второй дыхание городской сад уже стал прекрасным местом для отдыха. Брещане отмечают много лет этот объект и нуждался в глобальном преображении. А потому, благодаря сегодняшним изменениям у городского сада есть все шансы стать ещё одной достопримечательностью тысячелетнего Бреста. К слову, брещанных гостей города ещё ожидают некоторые сюрпризы. «Мы хотели бы, чтобы частица Казахстана тоже была в Бресте. У нас есть такой монумент в нашей столице, в Нурсултане, называется Байтирек, древо жизни. В общем-то, это как центральный монумент города. И вот местные мастера, они выполнили наш заказ и практически создали точную копию Байтирека. Но это будет такой декоративный фонарь в виде Байтирека». Яркие и позитивные эмоции у посетителей преображённого и живописного уголка в доказательство тому, что фестиваль истории и культуры удался, а уровень организованности был оценен по достоинству. «Фестиваль чудесный. Очень приятно проходить по таким аллеям, которые сформировали наши архитекторы для проведения этого фестиваля. Очень приятная атмосфера. Музычка есть, легенькая такая. Музыки, наверное, можно было бы больше добавить. А так очень всё уютно и красиво. Хорошая зона для детей. Всё прекрасно». «Очень интересно. Очень рада, что именно в этом месте наконец-то проводятся какие-то мероприятия. И организаторы, конечно, молодцы. Столько интересных точек для посещения. Что-то новое узнаёшь о своём родном городе. Ну, на высшем уровне, конечно, всё». «Такие фестивали дают возможность людям почувствовать неформальный ритм истории. И почувствовать, что это их история. Это не история учебников и для кого-то. А когда люди поймут, что эта история про них, то они и будут относиться и к себе по-другому, и к своим соседям».